...правду получится нейтральным. Ну а мы получим удовольствие от противостояния Реала и Барселоны. Может быть кто-то не в курсе, почему эти команды схлестываются в полуфинале, а в другой... ...может быть направлена передача от Асенсио. Марко поднимает голову, именно адресует пас Кариму Мензима, который оказывается против соперника и бьет из-за пределов штрафной, как раз таки сработав с Дани Алвесом один в один. Дани под восьмым номером на правой бровке и, соответственно, против... ...вперед таким трезубцем колит Реал соперника. Отличный перевод на левый фланг. Там есть пространство для того, чтобы подключаться, однако Венисио Жуниор отыгрывает на партнера дальний удар Марко Асенсио. Положил корпус хорошо и своей рабочей левой пробивает. Но вы понимаете, Асенсио у нас выполняет сегодня функции инвертированного, крайнего нападающего, который готов смещаться в центр путь и кросса. Возникнет такая необходимость, рванут вниз. Ну а у нас Венисио свырывается на ударную позицию. Первый выстрел в створ. Великолепная передача из глубины. И Вени нам показывает, что достаточно ему полумомента для того, чтобы обострить. Араху пока глаз да глаз держит за бразильцем. Сильная сторона работы со звездами и умение их расставить по местам. Впрочем, сейчас все звезды немножко позиционно проседают. Эмбеле в штрафную его вратарскую даже вырезает передачу. На поле разгоняет атаку 3 в 2. Получается выход Бензема. Делает скрест, уходит в левый край. Однако пас на Асенсио тут в одно касание. Чуть не докручивает внутрь створа. Казалось бы, Карим, да, немножечко сейчас зря сужал пространство и упрощал действия защитников. Но на самом-то деле, посмотрите, работа Бензема. Сначала вынуждает он посматривать. Фрэнки Дрэк 5 мячей. Лучшая атака Ла Лиге. И сейчас надо быть максимально бдительным. Барса упускает соперника. Винни вырывается на ударную позицию. 1-0. Полуошибка. Блау Граны оборачивается тотальной катастрофой. И единицей в графе пропущенные мячи. В нынешнем сезоне он взрывает Ла Лигу. Но и мы смотрим, из чего выросла эта атака. Карим Бензема. Отбор у Серхио Бускетца. Моментальный возврат мяча Модричу. И в середину через Бензема вновь играет Реал. Получите и распишитесь. Проблема опять же, да, разрыв после потери Бускетца случился. Между линией полузащиты и обороны Барселоны. И как же Реал в три коротких передачи вскрыл эту проблемную зону? Пас Карима Бензема. Точный удар Бенисиуса Джуниора. 1-0. Реал выходит вперед. Вот посмотрите. Вот тактические, вот в качестве меры воспитательные. Мемфис у нас на скамейке. А Люк де Йонг. Люк де Йонг едва не довел свою супер-бомбартирскую сетчину. Или сброшенный с баланса испанского гранта. Дембеле на левый край. Жорди Альба в одно касание на дальнюю стойку. Удар. И вот сейчас Куртуа уже ноги включает. Сейчас уже складывается серьезно. Да, удар от газона чуть скорость. Мяча погасил, но при этом... Реферета одобряет. Дембеле сужает. Сейчас пространство бьет. Попытка уйти в средину. Такой же функционал, как и у Асенсио сейчас. У седьмого номера Барсы. Но пока немножечко не хватает. Французу. Наверное, четкости действий. Особый форс бандит. Асенсио проходит в центр. Бьет издали рикошет. Торстегин на месте. Хотя предъявляет... Барселона в первом тайме нам демонстрирует. Дембеле. Мягкий кросс на противоположный фланг. Ферранторес не попадает по мячу. Посмотрите, Барселона сегодня... Вновь один в один. Под сильную ногу у Дембеле. Два ложных замаха. Третий удар. Дембеле. Тот не пытается ускориться, обострить. Однако на ближнюю стойку делает передачу. Один-один. Фрэнки де Йонг. Едва ли не первая. Касание в чужой штрафной... Давайте посмотрим. Дани Алвес. Заброс на де Йонга. Врывание из глубины. Остается там Карвахаль. Понимает, что он один. Он пришел-то подстраховать партнеров по центральной оси. В итоге работал против форварда из глубины. Оставил своего в углу. Успел. Вроде бы нейтрализовал оппонента. А что в итоге? У нас здесь... Простите. Тут... Да, не де Йонг. Тут Люк де Йонг. 17-й номер отличался. Я уже в экстазе чуточку путаю. Но сам факт. Отскока от Эдера Милитаря. Рикошеты и штанг. Тут, по сути, наверное, даже автогол запишут на бразильца. Ну, посмотрите. Момент, да? Который возникает. Хосе Луис Гонсалес отвечает за вас. У нас в момент у Педри. Дань, удар! Ух, как близко было так стойки. Посмотрите, Педри на поле. Две с половиной минуты. Одна передача под обострение. Предголевая фактически. И сейчас сам проверил бдительность Тибу Куртуа. Уже очень четкий знак к тому, что инициатива в руках команды Хави. А Дембеле все ближе и ближе к тому, чтобы отличиться. Кучность удара становится все уже и все четче вырисовывается перед створом. Тибу Куртуа. Смотрите, опускается линия центральных защитников. Да и в плинце. Надолго Бензема. Зацепиться за мяч смог. Развернул Арауха. Под левую ногу бьет. Штанга. Выручает. Карим Бензема, едва не попадая в дальний угол от себя. Смена сторон произошла. Мы видим, что подключение с правой бровки по свободному пространству получилось у Родриго. Едва ли не первое касание стало предголевым. Но умница Лука Модрич. Вперед. Это работает сейчас как раз таки Минзи Бензема вывел сейвище. Октер Стегина. Второй удар подставляет ногу Марк Андре. Что в центре обороны происходит? Дани Алвес пихает Арауха. Арауха пихает Дани Алвесу. В среднем 2,4 мяча Реал в каталонские ворота проводил. Ферлан Минзин. Перевод в центр. Уже здесь проблемы. Мы видим у каталонской команды первый удар. Карима Бензема вытаскивает Марк Андретор Стегин. Но вопрос, где в этой ситуации был Жерар Пике? Почему так поздно реагировал? И почему глубина наступления столь огромна была для Бланка? Что потом Карвахаль, сделавший прострельную передачу и взявший в савторы результативно... Проникающими за спину между линиями искать... Адресатов 2-2! Ансуфати! 2-2! И вновь на вес работает, друзья! Ансуфати! Добивается успеха... И за спин соперника и откликается на кросс. А где здесь Эдер Милитау? И совершенно справедливо говорит Газимира, чем вы здесь занимались, какой ерундистикой! Газимир это работал по врывавшемуся бускетцу, и он держал перед собой игрока. Он видел оппонента и фактически понимал, кто где, именно в пределах видимости, там в полутора, в двух метрах. А вот почему за спину... ...восполнение брасильского форварда, что происходит у нас? Запаздывает прямой эфир из-за повтора, фактически выход один на один Блоу Грана получала, но его реализовывали... Еще раз с вами смотрим, развития атаки не было, положение вне игры, и чуточку не хватило форварду для того, чтобы мяч протолкнуть мимо кипера Дембеле. В последнюю секунду пробовал отдать передачу. ...разыгрывает Дембеле, на дальнюю стойку мяч, Де Йонга нет, но удар все равно следует, и в противоход Тиба Куртуа мяч досылался, предъявляет претензии Куртуа к своим защитникам. Но вот посмотрите, такое ощущение, что перевод с фланга на фланг для центральных дефов Реала... ...вновь прорывается по вертикали, дожидается партнера, не очень удобная передача, но Родриго подхватывает мяч, возврат! Кто бьет? Это у нас красавчики просто футболисты Реала, давайте признаем, но и гол, который оформляет сейчас вышедший на замену Феда Дема с Венисиусом. Помните, мы рассуждали на автопилоте, отыгрывали под врывание партнеров. Сейчас 4 в 3 получилось наступление, а на паузе 3 в 2 разыгрывают футболисты Реала соперника. То, что добежал туда еще и Фед Вальверде, это лишь доказательство того, что на данную секунду футболисты Мадрида куда более сыграны, куда более запрограммированы на вот эти транзитные атаки и на решение вопроса в динамике. Барсе пока, очевидно, не хватает. Вот этой целостности, ну и разница в скоростях, конечно, тоже дает передачу вперед. Нет, Ника широко развивает атаку команду, дальний выстрел! Куртуа отбивает перед собой, отскок остается за Дембелея в ближний угол и вновь Ксиба реагирует, складываясь и отвадя мяч на угловой. Но вот и Бускец, за него можно доброе слово замолвить, потому что его пушка из-за пределов штрафной площади мадридской команды. Отскок для Абдея удачный, тот сразу не бьет из-за пределов штрафной! Мимо створа мяч уходит, пытался выцелить под самый правый нижний угол от кипера. Немножечко не хватило, хотя ведь и мяч уходящий, хлесткий удар.